Друзья, здравствуйте! Продолжаем рубрику «Ответы на вопрос», который вы задаете у нас на YouTube канале и в Instagram. И первый вопрос задает Джой Дой. Вот вы говорите, что дарнит должен быть без нахлёста, а когда сшиваете, там же в любом случае будет уплотнение вместе с сшиванием. Так разве это не один результат получается. И второй вопрос. Еще вы используете каучуковое покрытие. Что скажете насчет Firestone? На второй вопрос. Насчет Firestone. Значит, существует два лидера в мире по производству бутилка каучуковой мембраны. Это фирма Carlyle и фирма Firestone. Эти мембраны по качеству идентичны. То есть нельзя сказать, что Carlyle лучше Firestone или Firestone лучше Carlyle. Два конкурента. Открыватель технологий фирмы Carlyle в 50-х годах именно эта компания разработала пленку бутилка каучуковую и стала применять. В Америке именно фирма Carlyle держит 80%, чуть больше 80% рынка. Firestone больше сконцентрирован на продажу других стран. В России Firestone мембрана зашла раньше Carlyle. И я не знаю, какой сейчас процент продаж у компаний, но лет на 10 Firestone пришел на рынок раньше. Поэтому, возможно, Firestone более известный. Но, друзья, выбирайте любую из этих компаний. Это хорошая мембрана. В некоторых регионах представлен только Firestone. И, конечно, видеть Firestone это хорошая мембрана. Никаких проблем. У них даже одинаковая размерность, у них одинаковые толщины. По внешнему виду немного отличаются друг от друга. Firestone более темненькая, а Carlyle более светлая и больше применяет тальк для того, чтобы было легче эту мембрану расстилать. Применение тальк не вызывает в них проблем. Так что, друзья, и Firestone, и Carlyle это два очень качественных материала. Про Дорнит. Значит, существует технология укладки Дорнита по СНИПу. Это внахлёст, примерно 20 сантиметров. И термоскрепление. Паяльной лампой или феном строительным вы подпаливаете две стороны и прижимаете, и укатываете. Конечно, внахлёст не очень хороший вариант. Когда вы будете тяжелую пленку распределять по чаше, у вас Дорнит однозначно под пленкой скатается в рулоны и оголится. Плюс при подвижках грунта слои просто разойдутся и оголится пленка. Поэтому лучше термоскрепление. Но почему мы применяем сшивание? Во-первых, скорость работы выше. Во-вторых, всё-таки термоскрепление не такое прочное. Оно тоже разрывается. Поэтому, если термоскрепление, то в два слоя перпендикулярных направлениях. Положили сперва швы в одном направлении и перпендикулярно положили второй слой. Будет идеально. Но, опять же, если пройдет дождь, термоскрепление произвести будет крайне сложно. Особенно качественно. Пока вы не высушите, почти невозможно. Поэтому, всё-таки, сшивание можно провести в любое время года. Но такой технологии нет, друзья. Это на ваш выбор. Мы протестировали, нам понравилось. Поэтому, я считаю, что внахлёст нежелательно. А термоскрепление – это хороший вариант. И, если в местах шва никаких проблем нет с тем, что дарнит, он никак не повреждает пленку, в этом месте просто более хорошая защита. И, если вы пытаете второй слой дарнита по пленке, то, конечно, сшивание очень желательно, потому, что нахлёст я не представляю. Там могут быть подвижки камня, или, если он просто лежит, прикрытый песком, всё равно могут быть оголения и подъем материала. А термоскрепление нормально. Но, опять же, со временем может ткань оторваться. Если приближающий слой не достаточно мощный, произойдет раскрытие мембраны. Может быть не очень красиво. Третий вопрос. Кстати, зачем делать газоотвод, если достаточно сделать дырку с клапаном, как это показано в одном из ваших видео. Когда пруд небольшой, одного клапана достаточно. Если пруд большой, боюсь, что придется несколько клапанов ставить. И мы не тестировали такой вариант. Я не могу ничего сказать, что будет, если мы… Наверное, проблем не будет. Но, опять же, у устройства клапана тоже нет такой технологии. Это просто как бы наше применение, выход из положения. У строительства прудов я не видел, чтобы рекомендовали делать такие клапаны. Производитель мембраны. Разумеется, в СНИПах нет такой тоже рекомендации. Поэтому пруд 200 метров 300 метров мы делаем, конечно, газоотвод. Либо посмотрите, у нас есть серия лайфхаки. Мы рассказываем, как сделать так берег, чтобы не пришлось делать газовый дренаж. Я в самых началах видео о газовом дренаже говорил, что мы покажем вариант устройства берега без строительства дренажа. Поэтому мы с большей частью пруды 100, 200, 300 метров строим без газового дренажа. Но мы не закапываем на мембрану банкерную траншею, чтобы газы могли выйти свободно. Посмотрите, там все у нас есть. И четвертый вопрос. Джои, спасибо вам за вопросы. И для слива пруда вы прокладываете какие-то трубы или просто бросаете трубу с насосом в пруд и качаете воду куда-либо? Кстати, куда качаете такие объемы воды? Разве они не создадут потоп в округе? Значит, пруды до 1000 метров, даже до 3000 метров квадратных мы не делаем в водослив пруда. Потому что 2-3 насоса выкачивают, например, 1000 метров пруд, глубиной 220, средний коэффициент 1,7, то есть 1700 кубов. Мы кидаем 3 насоса 220 вольт с мощностью 20 кубов в час. В частоте они дают 10 кубов, предположим. Это 3 насоса дают 30 кубов в час. За 20 часов они выкачивают 600 кубов. Соответственно, за сутки где-то 650, может быть, 700 кубов. Соответственно, 2-3 суток примерно мы точно выкачиваем всю воду из пруда. В принципе, это немного. Но если нам строить водослив, это дополнительный узел, скажем так, какой-то опасности получить несанкционированный сброс воды из пруда. Для этого может погибнуть рыба, может затопить, как вы сказали, территорию. Но главная проблема в том, что это дополнительный узел контроля того, чтобы пруд не опорожнился, как бы несанкционированно. Поэтому мы часто не делаем, то есть мы очень редко делаем сливы воды в пруду для сброса воды. Только в больших прудах. И садут ли потоп? Это зависит от объема пруда. Но у нас был пруд 600 квадратных метров. Это было давно, лет 20 назад. Мы закопали дарнит. Вывели за пределы пруда. И у нас за ночь по капиллярному подъему впитывалось, по дарниту вода впитывалась в берега. Примерно 7 сантиметров за ночь. Это 30 кубометров воды. И мы не видели потопа. 30 кубов впитывалось потихоньку в землю. И мы не сразу же поняли, что вода впитывается в берега. То есть была совсем легкая-легкая такая сырость вокруг. Заказчик даже не поверил. Мы убрали дарнит, и вода стояла ровно. Хотя заказчик требовал проверки чаши на разрыв. Поэтому сброс на открытую местность, даже 100 кубов воды на газон, не создает такого потопа. Будет просто сырой газон. Ну, все это от вашего, объема вашего пруда. И, конечно, лучше сливать все в открытые канавы. Не в дренажную систему ни в коем случае. Только в ливневую можно сбрасывать. Дренаж забивать нельзя. Или же сбрасывать в открытую придорожную канаву, чтобы вода стекала открыто. Так, друзья, ну, еще один вопрос попробуем. И на этом, наверное, все. Так, следующий вопрос. Так, следующий вопрос дает Новик Кивон. Спасибо, Новик. Ваш вопрос. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Порекомендуйте, пожалуйста, шланг от насоса к каскаду, который не нужно продувать на зиму. Его не порвет от промерзания. Спасибо. Друзья, я не могу порекомендовать такой шланг. Мы применяем напорно-всасывающие шланги. Есть специальный шланг фирмы ОАЗ, но он более мягкий, гибкий, специально от промерзания. Так вот, он... Или рекомендованный, чтобы его не рвало зимой. Так вот, его рвет зимой. Поэтому, хотя этот шланг очень дорогой, мы его не закупаем. Поэтому я не знаю, что не рвет зимой. Все нужно продувать. Можно сделать колодцы, чтобы автоматически все это сливалось. Есть еще свои нюансы при установке скиммеров, типа Биозис Плюс, термозы или китайский аналог. Дело в том, что шланг выходит в нижней части скиммера, и вода в шланге стоит, его нельзя продувать. Так вот, после этого скиммера через метр мы делаем петлю и возвращаем шланг опять на глубину 30-40 сантиметров, чтобы можно было его продуть. И у нас только полтора метра было, как бы, опасной такой протяженности, где шланг может быть разорван. Друзья, нужно продувать. Можно начаринать с напорно-сасывающего шланга, перейти на трубу ПНД. Именно для воды. Это толстостенную трубу ПНД взять и вывести ее к каскаду. Но, повторюсь, все нужно продувать. Задает вопрос Ион Кебан. Ион, здравствуйте, всем привет. Скажите, пожалуйста, как организовать аэрацию в пруду, где катаемся на коньках, и не провалиться в воду? Спасибо, с уважением, Иван. Я уже в этом говорил. Мы рекомендуем ставить на зиму аэрацию немощную у самого берега на мелководье. И это место нужно как-то огородить. Соответственно, в любом случае, это более безопасная территория от того, чтобы провалиться, но, по крайней мере, провалиться неглубоко. Друзья, я... Если у вас есть какие-то советы, как можно огородить на льду, сделать ограждение прочное, чтобы человек не заехал туда, напишите, пожалуйста, мы этого не делали, у нас нет опыта в этом. Единственное, только я могу сказать о принципах, что зимой аэрируем воду у самого берега, в мелководной зоне. Можно немощным аэратором. Если у вас пруд не 2 гектара, не гектар, а обычный стандартный пруд от 100 до 1000 метров квадратных, до 2000 метров квадратных, этого достаточно для зимней аэрации. Но, опять же, если у вас в пруду не зарыблена тонна форели, если тонна форели, это отдельная история. Там и воду нужно менять зимой обязательно, потому что накапливаются вредные вещества, отравляющую рыбу. И нужно аэрацию делать активно. Ну что ж, друзья, у нас сегодня было 6 или 7 вопросов. На этом все. Оставайтесь с нами, мы с вами. И традиционно я, друзья, желаю всем добра. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok